Важные тренировки у одной из лучших в России команды летчиков. Знаменитая пилотажная группа «Стрижи» на маневрах в Липецком авиацентре. В программе «Учебные стрельбы». Сложные упражнения для этих пилотов, давно отработанная последовательность действий, но есть в небе место и азарту. Как проходят полеты, наблюдает Сергей Пономарев. Трио пилотажной группы «Стрижи» закладывает виражи в небе над Липецким авиацентром. Одновременно на лётном поле возле таких же самолётов с яркой раскраской суетятся техники-инженеры. Готовят машины для следующего вылета, подвешивают ракеты, заправляют снаряды в специальный отсек. Сегодня в плане пилотажной группы значатся стрельбы. Это так называемый индикатор лобового стекла, на который выводится вся пилотажная информация или информация по боевому применению самолёта. Для опытного лётчика нет ничего сложного, говорит командир звена «Стрижей» Сергей Синкевич. Система самолётов точно подскажет положение цели, а вот дальше всё зависит от пилота. Точное попадание – это всегда результат холодного расчёта. Высокая степень ответственности лежит на применении реального боевого средства поражения. То есть лётчик чувствует эту ответственность на себе, естественно, есть некоторые волнения. Но те лётчики, которые опытные давно на это летают, уже волнение, это уходит на второй план, уже приходит больше азарт. МиГ-29 – это лёгкий фронтовой истребитель. Как говорят военные, её главное предназначение – это превосходство в воздухе. Однако при необходимости эта крылатая машина может уничтожать и наземные цели. Для этого её специально оснащают бомбами и неуправляемыми ракетами. И вот выход на взлётную полосу. Отрев от земли. Прямой курс на полигон Радчина. Это около 80 километров от аэродрома. Для МиГ-29 – это всего несколько минут полёта. Следом – выход на заданную мишень и пуск ракет. Сегодня у каждого лётчика своя задача. Для кого-то точно попасть в цель ракеты или поразить цель авиационной пушкой. Другие занимаются бомбометанием. Подобные учения у стрижей проходят регулярно. Правда, обычно всё проводится в родной для них подмосковной Кубинке. В этот раз местом базирования стал Липецкий авиацентр. По словам командира пилотажной группы Сергея Сяйкина, многие ошибочно думают, что подшефные и мустрежи умеют лишь красиво делать фигуры высшего пилотажа. На самом деле они ещё и снайперы. Только вот на авиашоу из-за мер безопасности этого никак не покажешь. Основная всё-таки наша задача – это именно боевая подготовка. Поэтому этому уделяется огромное внимание. Мы также выполняем полёты на полигоны, спуском ракет-класса «Воздух-воздух». Но сейчас мы непосредственно отрабатываем элементы применения по земле вооружения. В Липецке стрижей задержится до пятницы. Все дни расписаны под занятия. У пилотажной группы запланирована отработка новой программы для авиашоу в Армавире. 19 февраля там будут праздновать юбилей местного авиационного училища. Затем начнётся подготовка к параду 9 мая. Сергей Пономарёв, Дмитрий Матюшин, Антон Ефремов, Василий Филаретов. Первый канал. Липецкая область.